Очередная пресс-конференция и первая в статусе губернатора прошла в правительстве области. За час Любимов ответил на порядка 40 вопросов региональных журналистов. Но вначале Николай Любимов сам рассказал, что на строительство БСМП регион получит средства из федерального бюджета. С таким вопросом глава региона обратился к Путину во время визита президента в Рязань. А вот строительство онкологического диспансера, скорее всего, потребует вложений инвестора. У нас есть пока только участок и есть огромное желание его построить. И, соответственно, есть переговорная большая работа, которая проведена сейчас с частным инвестором. Если все сложится, то, конечно, мы не будем ждать, пока у нас будет счастливая возможность построить этот объект за счет федерального бюджета, потому что это может быть не скоро. Рязанская область сможет расчистить свой бюджет. Николай Любимов подробно рассказал об инициативе президента страны Владимира Путина реструктуризировать долги региона. Согласно ей, в течение семи лет по общему правилу все должники будут платить 5% от общего долга по бюджетным кредитам. Для Рязанской области экономия в 2018 году составит 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Это позволит нам расчистить бюджет раз, уйдя от коммерческих долгов, и второе, получить дополнительные фактические средства, которые мы в противном случае должны были бы заплатить в федеральный бюджет. В следующем году мы должны будем вместо 4 миллиардов 200 заплатить всего 600 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить вот эту 5% выплату. Вопросы журналистов коснулись также стартовавшего топительного сезона. На сегодняшний день тепло получили более 90% жилых домов и, конечно же, обманутых дольщиков. Таковыми числит сам 3000 человек, 28 строящихся домов. По всем остальным нашим объектам, так или иначе, мы запланировали ввод в эксплуатацию, начиная с декабря этого года, первых объектов, заканчивая концом 2018 года других. Есть объекты, которые по 7 лет уже. У нас 7-летний срок, нарушение сроков договора для его участия. Ни одна пресс-конференция с Николаем Любимовым не проходила без вопроса про сосновый бор. Сумеет ли санаторий сохранить статус лечебно-оздоровительного учреждения? Зависит от того, найдется ли инвестор, а также смогут ли правоохранители решить проблему незаконной застройки на его территории. Повлиять на процесс дальнейшего использования этого имущества по целевому назначению как медицинский оздоровительный комплекс мы можем только сохранив, это надо обязательно сделать, это существующее поручение уже моё, сохранив определенное назначение земли именно под размещение оздоровительного комплекса. Ни в коем случае не под ИЖС, не под дачное строительство, не под промышленное застройство, как угодно можно обозвать, под апартаменты, ну то, что там рядом тоже происходит, там стало вообще. Вот это вот в наших силах. Но одним из самых сложных стал чисто женский вопрос. Мы давно в сети олиголосование за самого проникательного комплекса. Вы пошли в топ-занет, эти места согласны, вы все же даты, если где-то не будет запланировать голосование? Ну, с одной стороны, конечно, очень неожиданно это всё, а с другой стороны, как-то, ну, конечно, немножко приятно, что эти женщины оценили, это тоже хорошо, но в данном случае, наверное, вот такой статус, он не добавляет очков как-то к деятельности моей как главы региона, скорее, просто как к человеку, как к мужчине. Поэтому, если бы написали самый эффективный губернатор, да, вот это другое дело было. Но сейчас времени мало слишком прошло. Спросили и о платных парковках, с увеличением которых на улицах города выросли и негодования автолюбителей по поводу отсутствия возможности оплаты стоянки наличными. Политик заметил, что еще весной со ссылкой на опыт других городов предлагал мэрия организовать оплату наличными. Ее ввели только в конце сентября. Теперь, по словам любимого, необходимо довести систему до некого логического завершения.